Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители. Мы продолжаем телевизионное утро пятницы на канале Россия. Сегодня 14 января. В России отмечают Новый год по старому стилю, или, как мы с вами еще очень любим говорить, Старый Новый год. До Крачаева Черкесии наступил не просто Новый год. Наступил год, когда мы будем вместе праздновать столетие нашей любимой Крачаевой Черкесии. Именно на эту тему пойдет сегодня речь с моим утренним гостем. Ну а пока давайте узнаем, какой же будет погода сегодня в пятницу 14 января. В Крачаевой Черкесии облачно с прояснениями, в горах местами небольшой снег. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 13. В горах местами до минус 19, днем минус 2, плюс 3. В горах местами до минус 9. На дорогах местами гололедица. В Черкесии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 12, днем 0, плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. Я с большим удовольствием приглашаю к разговору моего утреннего гостя, министра культуры Крачаева-Черкесии Зураба Агербова. Доброе утро, Зураб Замирович. Очень рада видеть вас. Ну, прежде всего, с Новым годом. Будьте здоровы, в вашем лице я поздравляю всех работников культуры нашей республики. Спасибо. От души желаю вам совершения всех ваших начинаний, которые заложены непосредственно при вашем участии, чтобы получилось абсолютно все, ну хотя бы процентов на 80, все, что вы задумали на Новый год, тем более год для нас очень значимый, столетие республики будем отмечать, причем будем отмечать его на государственном уровне, потому что глава государства подписал в свое время указ об этом. И, ну, наш регион, он особенный, более 100 национальностей проживают в нем. И я думаю, вам, работникам культуры, будет где развернуться. Ну, давайте, наверное, больше о вещах серьезных. Буквально позавчера состоялось официальное открытие столетия Крачаевой-Черкесии. И как, на Ваш взгляд, мероприятие прошло, на каком уровне? Ну, в первую очередь, спасибо большое за приглашение. Для нас очень приятно, что обращать внимание на культуру, на развитие. Наверное, для того-то и совершенствуются материальные стороны нашей жизни, чтобы люди могли ближе к культуре быть, чтобы думать о высоком и развивать внутренний свой мир. Поэтому спасибо большое. На это направлена вся наша работа. Если говорить о том, как мы начали наш юбилейный год столетия Крачаевой-Черкесии, то действительно, 12 января, ровно в тот день, когда 100 лет назад был подписан указ о создании Крачаевой-Черкесской автономной области, мы торжественно открыли этот год и провели мероприятие, которое состояло из нескольких блоков. Прежде всего, глава республики, Рашид Бориспич-Темрезов, наградил званиями почетными наших деятелей всех сфер. Это люди, которые действительно вносят вклад в развитие, в том числе и культуры. А затем мы провели торжественные мероприятия. Были зачитаны телеграммы, в том числе, от главы государства, от главы обеих палат парламента федерального. Нас поздравило очень большое количество представителей нашей страны из разных регионов, губернатор и крупный бизнес. Это очень приятно, потому что Крачаево-Черкесия все большее внимание получает от федерального центра и от других регионов. Это и благодаря развитию туризма, и благодаря развитию экономики. И мы тоже стараемся не подвести, показать с помощью гастролей, с помощью современных технологий, что у нас красивая республика с богатой культурой. И ее богатую культуру мы смогли продемонстрировать в концерте, который большой, часовой концерт. Мы показали и культуру всех пяти наших народов, это и песни, и хореография. Мы показали и новые наработки. И очень хочется поблагодарить наших авторов, которые, услышав наш призыв в прошлом году, что у нас впереди год столетия, мобилизовались, и нам сразу несколько хороших новых песен про Крачаево-Черкесию написали. На уявление мобилизовались и звукорежиссеры, и аранжировщики. И мы в короткий срок смогли подготовить несколько песен. Мы еще порадуем наших зрителей в течение года этими песнями. Но вот очень приятно видеть, что к столетию, к празднику очень подошли творчески, ответственно, и деятели культуры. И много нового продукта мы будем показывать в течение года. На самом празднике нам удалось это сделать. Было яркое мероприятие, которое понравилось и гостям республики, и людям, которые повидали много ярких мероприятий, крупных. Я думаю, что мы достойно и ярко начали год, и впереди у нас будет много мероприятий по всей республике, в других регионах, чтобы этот год, год столетия, мы очень достойно отметили. Знаете, как ни странно, но мы, простые смертные, мы ждем, когда наступит какой-то повод. Вот, может быть, не самое удачное сравнение, но приезжает в регион глава государства, и вот начинают мести, скрести, стелить красные дорожки. То есть нужен какой-то обязательно повод, чтобы свершилось нечто глобальное. Вот мы, мы это вот, жители республики, мы очень соскучились за новыми премьерами, за новыми гастролями и наших артистов, и артистов, ну, федерального, скажем так, уровня, да. Мы вот за этим, за всем истосковались. Очень хочется какой-то новой, очень культурной струи, что ли, чтобы вот ворвалась в нашу жизнь. Хочется перемен в сельских, в сельской местности, в сельских домах культуры. Просто я помню на своем опыте жизненном, как это все было немножко по-другому. Что из того, что было хорошего тогда, ну, не будем забегать совсем в далекие советские времена, вы планируете взять вот в современную работу, вот сегодня, чему вы хотите учить молодых, на каком старом опыте работников культуры, ну, скажем так, советского, постсоветского пространства? Абсолютно правильный подход вы обозначаете, потому что только так, только сочетая богатый опыт наших мастеров, которых у нас, слава богу, в республике много, и добавляя к нему энергию молодых, современные технологии, современные подходы, а развивается же очень быстро все, и сценическое мастерство, и спецэффекты, и умение показать это на картинке, онлайн, с помощью интернета, с помощью телевидения. И здесь хочу поблагодарить вас за то, что вы освещаете наши мероприятия, но это же все должно быть ярко, интересно, современно, иначе, как я всегда говорю, молодежи, детям гораздо интереснее сидеть в гаджетах, чем смотреть какие-то представления, если они неинтересны. Поэтому у нас единственный путь сохранить нашу культуру и сделать ее интересной, это сочетать мастерство, богатство, опыт, который есть у старшего поколения, и новые подходы, энергию молодых. Мы это прекрасно понимаем, и сейчас у нас в республике, для того, чтобы все это было современным и интересным, стартуют сразу два очень крупных образовательных проекта. Один из них мы делаем с Министерством образования, это Центр поддержки талантливых детей. Это очень большой проект, который похож на лагерь Центра поддержки «Сириус» в Сочи, где талантливые дети со всей страны приезжают и в сменах развивают свои какие-то таланты, которые есть. Такой центр откроется у нас в 2022 году. Это большой проект Министерства образования. В нем нам, культуре, уделен сектор. И талантливые дети, как раз под наставничеством педагогов, о которых мы говорим, они будут там изучать народно-прикладное искусство, золотой шитье, лепку, резьбу по дереву. Будет исполнительское мастерство развиваться, это танцы и вокал, и современные медиа. Это то, что как раз мы сейчас описали, с помощью чего и можно не только каждому жителю республики в тот самый смартфон показать, но и по всей стране и за рубеж рассказывать, как у нас здесь здорово и красиво. Ведь сегодня для того, чтобы даже на концерт собрать людей, собрать полный зал, недостаточно просто повесить афишу, так как было в советское время. Мы должны рекламировать с помощью Инстаграма, с помощью социальных сетей, с помощью телевидения. Потому что действительно огромный поток информации сейчас попадает в голову человека, подростка, ребенка. И действительно это серьезная конкуренция, серьезная борьба. Но попробуй оторвись от интересного сериала, чтобы пойти на неинтересный концерт. И вот здесь мы должны выиграть у интересных сериалов и сделать интересный концерт, интересный спектакль. Конечно, препятствия у нас есть. Мы все видим, как уже два практически года, все мы в ограничениях, связанных с тем, что мы не можем собирать залы. Каждое мероприятие отдается нам с трудом. Это постоянная проверка QR-кодов, это постоянная проверка ПЦР-тестов. Любое мероприятие – это огромное испытание. И сейчас, пока мы не приобретем коллективный иммунитет, пока не будет большое количество людей привито, пока не будет защиты, мы пока не можем. У нас в республике еще сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий. Поэтому вот это сейчас самая главная проблема наша. Если и когда в ближайшее время, я надеюсь, мы сможем проводить такие мероприятия, год столетия, он на той год столетия, чтобы праздновать в течение года, много ярких событий проводить. У нас заготовки, договоренности и с нашими партнерами из других регионов, и из федерального центра. И мы в любом случае эти мероприятия проведем, возможно, в большей степени на открытом воздухе, где можно, скажем так, собрать большее количество людей. А для этого есть у нас и в Черкесском амфитеатр, это большой зал на тысячу мест. Мы сейчас разрабатываем по поручению руководства яркие мероприятия, вот уровня не хуже, чем открытие, не хуже, чем республиканское, в каждом районе. То есть республика, она наша состоит из районов, из аулов, станиц, и каждое из них должно почувствовать, что у нас юбилейный год, праздник. Но в то же время, все это для нас как раз возможность всю систему культуры перестроить. Вы, конечно, знаете и освещаете то, сколько строится сейчас объектов культуры. Это поддержка федерального центра, это национальные проекты, государственные деньги, которые нам позволяют строить дома культуры. Вот за прошедшие пять лет, если посчитать все дома культуры, библиотеки, школы искусств, которые мы починили, отремонтировали, построили, это более 45 объектов. И вот сейчас вопрос, что дальше, кто там будет работать? Вот, всегда мне кадровые вопросы интересуют. Да, естественно. Кто будет работать? Для такой маленькой республики, как наша, которой просто по количеству людей, очень мало людей, мы не можем здесь даже просто по законам статистики конкурировать с крупными регионами, с Москвой, с Санкт-Петербургом. Конечно, такого уровня культурной жизни у нас просто по количеству быть не может. Но у нас есть еще и проблема, в том числе и самореализации, низких зарплат. Когда наши ребята, очень многие, талантливые, и вот действительно богата наша республика талантами, но очень часто они раньше не находили возможности самореализации, и пускай в не самых лучших условиях, пускай не чувствуя себя полностью самореализованными, но они искали возможность работать в Москве, в Санкт-Петербурге. И я думаю, что таких ребят, которые там набираются опыта и готовы к нам приехать, вернуться, если будет возможность работать, у нас много. Мы ведем с ними работу. Это и наши земляки, которые сейчас в Мариинском театре в Санкт-Петербурге работают. Это и выпускники консерватории, которые в Москве, в Ростове. Им интересно. Мы сейчас даже в нашем молодом оркестре, который мы воссоздали в филармонии, мы поставили задачу, чтобы туда привлечь ребят из других регионов, чтобы они вернулись домой. Потому что простая арифметика показывает, что в Москве, например, работая, допустим, в каком-то оркестре, но оплачивая в то же время аренду квартиры, человек на руки получает деньги, сопоставимые с теми, которые будет получать здесь, живя в родном доме, работая в филармонии в оркестре. То есть по сумме факторов ему может быть здесь интересно, но нужно было воссоздать оркестр. Надо было дать ему возможность работать, и мы сейчас это сделали. И в этом году, в году столетия, мы много интересных концертов покажем. Уже сейчас есть небольшой концерт готовый, ребята репетируют постоянно. Мы рады будем вас пригласить на их первый концерт в ближайшее время. Это новая струя, это тот самый оркестр при филармонии, который должен был быть. Его долго не было, но вот сейчас мы его воссоздали. Это очень отрадная новость, и я прям радуюсь за новый коллектив. Наш колледж культуры и искусств имени Астана Лича Даурова всегда называли кузницей кадров культуры нашей. Я, будучи выпускницей этого колледжа, этого училища в то время, очень переживаю за то, что сегодня творится в этом учебном заведении. Как вы планируете дальше совершенствовать его? Может быть, что-то будет отметаться? Может быть, привлекаться что-то новое? Пожалуйста, об этом. Действительно, кадровая работа, она невозможна без образования. То есть, насколько бы ни были талантливы от природы у нас люди, если мы этому алмазу, огранку не дадим, он так и останется нереализованным, не заточенным, не способным решать задачи. Ведь это же не просто сами по себе идущие процессы. У нас очень много задач решать, которые смогут только профессионалы. Поэтому мы поставили для себя приоритетом на ближайшее время, и уже это реализуем, развитие именно колледжа. В прошлом году мы закончили ремонт фасада. В этом году к весне закончим часть внутренних работ, то есть зал, фойе, первый этаж. И в течение года завершим ремонт всех учебных помещений. То есть колледж культуры и искусств наконец приобретет в материальном плане тот вид, который он должен иметь, чтобы быть достойным, привлекательным, интересным. Но, как и любой новый дом культуры, библиотека, без наполнения, без людей, это будет всего лишь здание. Здесь мы предприняли следующие изменения. Нам в прошлом году первым на Северном Кавказе, и это наша гордость, удалось выиграть конкурс Министерства культуры и открыть в нашем колледже Школу креативных индустрий. Вот когда мы раньше говорили с вами немножко, что искусство должно быть интересным, ярким, привлекательным, я от себя всегда добавляю, что искусство должно еще быть прибыльным для тех, кто им занимается. Но этому нужно учить, потому что по старой привычке у нас не учили никогда людей зарабатывать творчеством. Рисуешь? Рисуй. А где ты будешь продавать свои картины? А как тебе выйти в интернет? А как тебе, может быть, принимать заказы вообще на графику, на изображение онлайн, как работает сейчас уже весь мир? Этому у нас никто никогда никого не учил. И федеральный центр выбрал 22 региона, где будет пилотное открытие таких школ. Мы один из них, на Кавказе первый. Нам выделяются большие средства на приобретение оборудования. Это будет самое современное оборудование для шести студий, студия звукозаписи и обработки звука, студия съемки кино и телевидения, студия работы с фотографией и обработкой графики. И самые сложные для нас на данный момент студии виртуальной реальности и дополненной реальности. То есть это работа с компьютерными программами, где мы будем рисовать что-то и добавлять это в наши фильмы, в наши клипы, в тот продукт, который мы видим онлайн, в интернете и так далее. Для кого-то это очень новые непонятные слова, очень часто, но на самом деле весь мир сейчас вот с помощью таких вот творческих индустрий, по сути творческой промышленности зарабатывает. И такие мастера учатся, работают онлайн. И сейчас вы, допустим, разрабатывая какую-то большую компьютерную игру с бюджетом в 100 миллионов долларов, например, мировой какой-то производитель когда делает, очень часто его мастера каждый свой кусочек делают, находясь кто-то в Индии, кто-то в России, кто-то в Европе, в Южной Америке. Сегодня таков мир. И нам надо здесь быть как раз на передовой, понимать, что все для этого есть. Конечно, это еще задача нескольких лет, но прямо сейчас мы нашли педагогов, которые будут учить компьютерной анимации, то есть как рисовать мультики. Прямо сейчас у нас есть педагоги, которые будут учить снимать кино. А у нас дополнительно уже третий год идет проект «Школа кино». И в прошлый раз я вам рассказывал, и сейчас вот могу порадовать наших зрителей, что уже с мая начинаются съемки полнометражного фильма «Испытания аула». на который мы получили грант Министерства культуры. И только вчера было у нас совещание, где мы определяли, кто из федеральных мастеров, операторов приедет к нам учить. Потому что для нас этот проект — это школа. Мы получили возможность, мы должны привлечь специалистов, они должны нас учить. Я думаю, что эти съемки станут для нас школой. И уже в этом тоже году праздничном мы увидим много короткометражных фильмов выпускников «Школы кино». И, наверное, в начале следующего года закончится монтаж, будет представлен сам фильм «Испытания аула». Буквально три недели назад, в декабре, мы представили первый в истории Карачао-Черкесии полнометражный фильм на абазинском языке, который был переведен с субтитрами, представлен широкой аудиторией. Сейчас его можно посмотреть онлайн. Это фильм режиссера Аслана Апсова «Три брата», который снят по мотивам наших народных сказок, который как раз учит молодежь тому, чему учат нас о датах жизни настоящих горцев, культуре, традициях. И я уверен, что именно вот такое, а я каждому зрителю нашему рекомендую найти в интернете этот фильм, посмотреть его онлайн. Сейчас можно сделать, купить онлайн билет, посмотреть. И я думаю, для всех будет откровением и приятным шоком, что у нас в Карачао-Черкесии снимают такое качественное кино. Я сам очень удивился, удивился весь зал, который смотрел этот фильм. И я понял, что если ребята снимали этот фильм самостоятельно пять лет без поддержки государства, когда находили время, когда находили деньги, они самоотверженно это делали пять лет. Сейчас, когда государство поддерживает, я уверен, что не хуже, а лучше и больше таких проектов мы можем делать. Здравствуйте, вы знаете, я с удовольствием приглашу вас еще к разговору, но может быть не сегодня, не сейчас, о сохранении национальных языков. Потому что мне очень важно, например, услышать ваше мнение, как министра культуры, о том, что мы должны сегодня сделать. Потому что, будучи в некотором роде коллегами с вами, я хочу сказать от имени всех моих коллег, которые работают на родных языках, что они испытывают страшный дефицит пишущих, читающих, знающих хорошо язык молодых ребят, ну, может быть, без соответствующего даже образования, но куда-то вот растворяются, уходят. Это даже желание знать родной язык, родную культуру. Еле-еле какими-то, ну, жуткими усилиями они находят героев для своих программ. Это очень большая проблема сегодня для нас. Но я думаю, мы обязательно с вами встретимся еще в течение года и поговорим с вами, может быть, привлекая Министерство образования Республики. За круглым столом поговорим и, может быть, найдем какой-то выход для решения этой задачи. Я хочу поздравить и вас, и всех наших жителей Республики, и тех, кто нашу Республику любит за ее пределами, с этим праздником. Это действительно важная веха. И в этот год, я уверен, мы пересмотрим подходы наши к очень многому в жизни. Такие даты, такие вехи, они нужны для того, чтобы остановиться, оглянуться, подумать и немножко перестроить свою дальнейшую жизнь. Я думаю, нам всем во всех сферах Республики это нужно делать. Ну, а когда, как не в такие круглые даты это делать. Поэтому всех с праздниками. Спасибо большое, друзья. Напомню вам, что сегодня гостем нашей утренней программы был министр культуры. Карачаева, Черкесия, Зураб Агирбов. Я же прощаюсь с вами. До вечера. Всего самого доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok